Здравствуйте, это программа «Тема дня» на канале ТОН-ТВ. Здравствуйте, Ариэль. Финансирует защиту террористов, в том числе в израильских судах. За период с 2012 по 2016 год, только одной из этих организаций, которая называется «Центр защиты личности», такое претенциозное название, было переведено порядка 15 миллионов шекелей. Это с 2012 по 2016 год. В этом связи вопрос, насколько государство Израиль может себе позволить содержать вот таких вот, можно сказать, помощников террористов или, по крайней мере, защитников террористов. Официально они защищают террористов под разными красивыми лозунгами. Насколько долго это может продолжаться? Почему до сих пор законным путем не прекращена деятельность таких вот организаций? Израилю и западному миру в целом тяжело справиться с этой угрозой. Она фактически угроза нового времени. Потому что мы привыкли к тому, что организации, которые именуют себя правозащитными, действительно защищают права униженных и оскорбленных. Слабых слоев населения, инвалидов, людей, которых по тем или иным причинам кто-то дискриминирует. И мы привыкли всегда относиться к такого рода организациям с уважением, во-первых. Наш закон не просто регламентирует, а поощряет их деятельность. И никогда до сих пор государство не обращало свой критический взор на эту сферу. Потому что предполагало, что в таких организациях защищают только правильные, хорошие идеалы и ценности. И вот что выясняется сейчас? Выясняется, что существует определенная сфера организаций, которых правильно было бы назвать не правозащитными, а левозащитными. Потому что они представляют крайне экстремистский левый фланг израильской политики. Это не традиционные левые партии. Это по-настоящему края. То есть те, которые отрицают во многом иногда право Израиля на существование. И вот они-то как раз используют все возможности, которые наше общество предоставляет для правозащитной деятельности. Используют при этом иногда и наивность наших европейских друзей, которые уверены зачастую, что они выделяют деньги на какую-то правильную деятельность по продвижению демократии, по продвижению свободы слова, других прав человека. А вместо этого деньги идут действительно без всяких обиняков на защиту террористов. За последние годы организация, которую вы упомянули, которая называется в переводе на русский центр по защите личности, подала 50 исков, представляя при этом 48 террористов. Террористов, каждый из которых был убийцей. И в данном случае они представляли интересы семей этих террористов, их родителей, их других родственников, требуя от израильских судов идти на различного рода поблажки, в первую очередь по вопросу разрешения разрушения дома самого террориста. В данном случае цель этих организаций очень простая. Понимая, что разрушение дома это действительно эффективная мера, которая тяжело ударяет по моментальной близости террориста, по его семье, и понимая, что эта мера во многом многих террористов остановила от осуществления их намерений, от того, чтобы убить израильтян, они пытаются лишить Израиль вот этой вот важной меры в борьбе с террором. При этом используется как израильская система правосудия, которая, естественно, открыта всегда для всех. Используется израильское право, которое в подавляющих аспектах весьма и весьма гуманно, потому что первая, всегда первая инициатива судьи, который принимает на рассмотрение иск, требующий не разрушать дом, это в первую очередь согласиться с этим иском и только потом разбираться. И таким образом, вот эти вот все, я не скажу, что это слабые точки израильского общества, потому что мы не стыдимся своей гуманностью, но использование вот этих элементов израильской жизни, израильского общества происходит в самых циничных формах, и цель помешать нашей борьбе с террором. Хорошо. Тогда давайте о... То есть мы не можем менять нашу основные устои, нашу приверженность принципам демократии, даже либеральной демократии, с тем, чтобы вот уничтожить какие-то вот такие маргинальные элементы. На то они маргинальные. Но что можно сделать все-таки на тактическом уровне, вот прямо сейчас? Они закупоривают нашу судебную систему, в суде, в Верховном суде всего 11, и практически они не могут заниматься ничем другим, кроме как потоком вот этих вот исков, насколько я понимаю. Совершенно верно. То есть это и тактика, и стратегия. Совершенно верно. Что можно сделать? Это очень хороший вопрос. Вы правильно затронули дилемму, которая есть перед лицом Израиля. Мы не хотим менять в корне свое законодательство и, что называется, вместе с вот этим вот отрицательным элементом подавить. И много хороших инициатив, которые происходят на поле, которое называется вот такие негосударственные, неправительственные организации. И поэтому о тотальном запрете, конечно же, речь не может идти. Но вместе с тем можно действовать тактически более правильно, я бы сказал, и не отрубить весь сук, на котором сидят неправительственные организации. Вместе с тем попытаться как-то отстранить возможность иностранных игроков фактически использовать эту сферу для того, чтобы вмешиваться во внутренние дела Израиля. И в данном случае речь идет именно о вмешательстве в наши внутренние дела. Не о защите каких-то слабых слоев населения. Потому что я, по крайней мере, пока еще не слышал про такой сектор населения, как террористы и семи террористов. И лишь, по крайней мере, нельзя назвать его легитимной частью населения. И поэтому в этом отношении первое, что может сделать наше правительство, и на этом этапе уже есть первые подвижки, это обратиться в первую очередь неформально к европейским странам и к Евросоюзу в целом. Благо, с большей частью этих стран у нас на билатеральном формате очень хорошие отношения, как персонально, так и между правительствами. И попросить их, показав им абсурдность этой ситуации. Ведь не может быть, например, что израильский премьер-министр, направляясь, скажем, в Бельгию, не просто встретиться там с руководителями сепаратистских организаций, которые мечтают расколоть Бельгию на две части, на часть фламандскую и волонскую, но и, например, вытащить из кармана чек и скажет, давайте я поддержу вас и материально. Или представим себе ситуацию, что любой другой премьер-министр, не обязательно израильский, отправляется в Мадрид, и после встречи с премьер-министром Испании направляется для встречи с руководителями сепаратистских базских организаций. Это была бы провокация и вызов. К сожалению, только по отношению к Израилю наши европейские друзья продолжают так себя вести. И мне кажется, что в первую очередь нужно разъяснить им неприемлемость нашей стороны подобного рода поведения. Если же это не поможет, то придется, наверное, вводить некие финансовые, возможно, налоговые ограничения, которые касаются деятельности таких организаций, и, например, обложить высоким налогом пожертвования из иностранных государств. Кстати, что очень важно, не от частных лиц, а от правительств иностранных государств. Если я получаю деньги от иностранного правительства, то надо полагать, моя деятельность соответствует интересу этого иностранного правительства. Если это деятельность по охране окружающей среды, по защите инвалидов, или еще какая-нибудь благая деятельность, прекрасно. Но если это политическая деятельность, а все эти организации говорят о себе, что они политические. Почему? Потому что их цель – это повлиять на политику государства. Они не всегда говорят, они иногда говорят, что мы не придерживаемся какой-то линии политической, но по сути их деятельность действительно... Они, возможно, не сознаются в том, что они поддерживают ту или иную партию. Формально нет. Это да. Но в тот момент, когда они говорят, что наша цель это повлиять на политику израильского правительства, в этот момент они превращаются в организацию политическую по своему характеру. И поэтому такая деятельность, которая осуществляется с поддержкой финансового Евросоюза или стран, которые входят в Евросоюз, абсолютно недопустима. Спасибо. И еще один вопрос в этой же связи. Помимо европейских правительств, государств, правительств среди спонсоров вот этой конкретной организации, не только ее одной, есть и организация Объединенных Наций. Скорее всего, у Организации Объединенных Наций скоро возникнут проблемы с финансированием из-за несколько изменившейся политики главного спонсора, главного мецената, можно сказать, ООН Соединенных Штатов Америки. Может ли Израиль проработать этот вопрос, пролоббировать и увязать как-то помощь ООН с финансированием этой организации, уважаемой организации, вот этих вот организаций? Насколько у нас есть силы? Я думаю, что не только может, но и обязан. Сейчас сложилась уникальная ситуация, связанная действительно с избранием нового американского президента, принципиально нового, то есть не просто вновь вошедшего в должность, а весьма отличающегося по своим взглядам, по своим подходам от его предшественника. И в этой ситуации, когда в Белом доме заседает, наконец, американский президент, который понимает, что происходит в Организации Объединенных Наций, понимает, что за ширмой, за весьма уважаемой ширмой такой влиятельной организации на самом деле стоят простые политические интересы. Состоят такие интересы, в первую очередь, как тотальное маниакальное желание бороться с Израилем, которое, очевидно, подстегивается тем, что значительная часть стран, входящих в ООН, порядка 60, это страны мусульманские, и они заточены на то, чтобы бороться с Израилем любыми доступными средствами, в том числе и посредством ООН. Но Трамп, понимая это, и не желая, конечно же, тратить свои собственные американские финансы, деньги своих налогоплательщиков на то, чтобы тратить их на то, чтобы бороться с Израилем, я думаю, что он может навязать этой организации новые правила игры. И вот одна из задач нашего премьер-министра, отправляющегося на встречу с Трампом в Соединенные Штаты, это, безусловно, попытаться выработать с ним общие принципы, согласно которым все предыдущие привычные нам образы поведения этой организации больше в будущем повторяться не будут. Я не пребываю в иллюзиях и не думаю, что завтра ООН начнет принимать резолюции, которые расскажут нам правду, что Израиль действительно светоч демократии, единственная прогрессивная сила на Ближнем Востоке. Очевидно, вот до таких мессианских вершин мы не дойдем. Но, если, по крайней мере, эта организация начнет тратить свои уменьшающиеся средства на такие цели, как борьба с бедностью, на такие цели, как борьба с неграмотностью, которая захлестывает исламский мир, да и не только исламский, вместо того, чтобы тратить их на то, чтобы бороться с нашей страной, наверное, и действительно настоящим несчастным людям в этом мире будет чуть-чуть полегче. И те, кто дают деньги на эту организацию, это, в первую очередь, развитые страны Запада, перестанут ощущать, что на их собственные средства взращиваются, на самом деле, враги западной цивилизации. Деньги нуждающимся, а не террористам. Спасибо, Орель Больштин, адвокат, общественный деятель. Это ваш дебют на нашем канале после успешных выступлений на первом канале российского телевидения. Будем рады видеть вас еще. Спасибо. Это была программа «Тима дня» на канале Айтон ТВ. В студии был Михаил Вировский. Всего хорошего.